Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. Двое украинских военных получили ранения на Донбассе. Режим тишины не соблюдается уже десятые сутки. Штапатол зафиксировал почти полсотни обстрелов в эпицентре противостояния окраины Троицкого. Там стреляли из тяжелых минометов, противотанковых гранатометов и БМП. Около трех десятков мин разорвалось в окрестностях Авдеевки. На Мариупольском направлении неспокойно, вблизи Широкина и Павлополя. А на Луганщине, в Крымском и станице Луганской. В Торецке неизвестные подожгли автомобиль волонтера. Сообщение в полицию поступило в 4 часа ночи. На место выехала следственно-оперативная группа. Проводится расследование. Микроавтобус принадлежит местному жителю, главе общественной организации. Руслан Требушкин продолжит возглавлять Покровский горсовет. Сегодня в Краматорском суде чиновнику избирали меру пресечения. Страна обвинения требовала взять Требушкина под домашний арест. Служители Фемиды прошение удовлетворили частично. Запретили градоначальнику покидать город без разрешения в течение двух месяцев. Как сообщалось ранее, прокуратура подозревает мэра Покровска в подаче заведомо ложных сведений в декларации доходов за 2015 год. Обжаловать постановление суда Руслан Требушкин не планирует. Суды еще впереди, поэтому с адвокатами будем работать и готовиться уже к судебным процессам. Что касается решения суда, ну по-моему абсолютно справедливое адекватное решение суда не заангажировано. То есть я остаюсь работать. Хотела заработать полторы тысячи гривена, а теперь может сесть в тюрьму почти полкилограмма марихуаны из Великой Новоселки на неподконтрольную территорию пыталась провести 40-летняя дончанка. Женщину задержали на блокпосту в Марьинке. Во время прохождения контроля полицейские нашли у нее два пакета каннабиса в обуви и еще два под одеждой. Задержанная пояснила, за доставку наркотиков адресату заплатить пообещал знакомый. Теперь вместо заработка перевозчице светит штраф или лишение свободы. Абонплату за газ отменили полностью. Сегодня за это проголосовала Нацкомиссия по регулированию энергетики. Проходило это под давлением общественности и политиков. Напомню, с 1 апреля украинцы должны были платить не только за газ, но и за его доставку. Но навсегда ли отменили абонплату? Знает Елена Гончаренко. У здания Нацкомиссии по регулированию энергетики сотни митингующих требуют отменить абонплату за газ. Бурлят эмоции внутри. Почти в полном составе на заседание комиссии пришла фракция радикальной партии «Свободовцы». Мы наполягаем на том, что все решение НКРИ АКП мое быть не призупинено, а скасовано. Скасовано. Потому что призупинение не тягнет за собой никаких юридических наследствий. Сразу пускают не всех. Не шукайте приводів, чтобы у вас заседание комиссии. Заседание открывается, но в повестке дня только приостановлении предварительного решения комиссии об абонплате, а не полная его отмена. Провести додатковые консультации с Кабинетом министрів України, инициювати додатковий период для адаптации споживачів с найменшими типорозмирами та перенести термін запровадження. С этим не согласны радикалы рвутся к трибуне. Не призупините дію, як у вас написано, а скасувати постанову про запровадження абонплаты на лечильники. Не выдержав давлений, члены комиссии голосуют. Свободовцы не останавливаются, требуют распустить нацкомиссию, которая решила брать деньги с потребителей за подключение газовой трубе. Но этого члены комиссии уже не услышали. Эксперты предупреждают. От самой идеи абонплаты за газ нацкомиссии не отказываются. Но теперь вернуться к ней только после консультации с правительством и общественностью. Елена Гончаренко, Дмитрий Данченко. Специально для телеканала «Донбасс». В маленьких комнатках и абсолютно без прав почти 2 миллиона украинцев живут в общежитиях. И половина из них не приватизировали свое жилье. Проблему должен решить новый закон, который депутаты приняли на прошлой неделе. Кто получит право на приватизацию, а кто потеряет последнюю надежду? На 12 квадратных метрах Вера Васильевна спит, ест и принимает гостей. Комнатушку в общежитии ей выделили после 20 лет работы дворником. Но на это жилье у женщины нет никаких прав. Получить в собственность комнаты Вера Васильевна и сотни ее соседей пытаются десятилетиями. К чиновникам ходили, суды выигрывали, там даже приватизацию разрешили. Но дом признали аварийным и людей выселяют. С новым законом у жильцов появился шанс. Теперь приватизировать метры даже в аварийном состоянии смогут те, кто занимает их более пяти лет. Главное иметь на руках ордер, договор аренды или чеки за оплату комнаты. Эта история, согласно с этим законопроектом, их перебывание в этом жильцовом, так же должна быть отмечена, чтобы не было спекуляций. Для этого фактически у всех местных региональных районов будет создана комиссия, которая будет это рассматривать. С новым законом почти полмиллиона украинцев смогут стать владельцами собственных метров. Но эксперты по недвижимости называют его несовершенным. Не до конца понятна процедура. Я стою на очереди на улучшение жилищных условий. Я приватизировал квартиру и меня сняли. Меньше спать, старше спать. Мы с дружиной, это для гостей присисты, если есть. Нового закона, как спасательного круга, ждала семья Ковальчук. Александр в этой комнате вместе с женой и двумя взрослыми сыновьями уже 22 года. Жилье получил как военный. Пока дом не перешел в коммунальную собственность, исправно платил за квадратные метры почти 2000 гривен в месяц. Но приватизировать комнату по новому закону не сможет, потому что не имеет ордера и договора аренды. Влада вымогает подать специальные ордеры. Подать то, чего не могло быть на тот час с формально-юридичной точки зрения. И эта ситуация, она дискриминационная. Теперь Александра с семьей из комнаты могут выселить. Юлия Таркановская, Владимир Миколайчук, Игорь Крыжановский. Специально для телеканала «Донбасс». Три года они жили в страхе. Семья из Донецкой области узнала о болезни сына, когда сами родители нуждались в медицинской помощи. У ребенка обнаружили врожденный порог сердца. Но своевременно сделать операцию не получилось. Как спасали мальчика, расскажет Оксана Корчма. Я думала, ну, не бывает такого, знаете, чуда. Оказывается, бывает. Улыбка сына для Ольги больше, чем счастье. Смысл жизни. Три года женщина боролась за то, чтобы его не потерять. Именно тогда у Димы обнаружили серьезный недуг. У супруга была большая проблема с сердцем. Случайно решили проверить и ребеночка. Нам сказали, что у нас порог сердца. Сердце Ольги замирало каждый раз, когда сыну становилось плохо. Не было возможности просто прооперировать ребенка. Я инвалид. По здоровью на группе. Мы сейчас на низко оплачиваем, скажем, в работе. От врачей женщина узнала о новой программе штаба Рината Ахметова «Здоровое сердце». Не теряя времени, обратилась на горячую линию. А через неделю Диму уже оперировали столичные хирурги. Поставили пружинку на то место, где была дырочка. Без оклюдера, которым закрыли отверстие в сердечной перегородке, операция была бы невозможна. Все хорошо. Сегодня можем уже выписывать. Анализы хорошие. Осмотр тоже ничего не выявил патологического. Поэтому может ехать домой уже здоровый. Из-за риска заболеть Дима пока не ходит в школу. Заниматься спортом сможет спустя полгода. Свободное время часто проводит возле аквариума. Две золотые рыбки. Еще есть четыре сомика. Чтобы системно помочь детям Донбасса, гуманитарный штаб Ахметова в этом году запустил специальную программу «Здоровое сердце». Операции провели уже восьми маленьким пациентам. Всего же за время существования штаба оклюдеры, в том числе по адресным запросам, получили 33 ребенка. Ну вот живешь и думаешь, ну вот ничего не бывает бесплатно. А оказывается, бывает. Есть добрые люди, которые отзываются на крик наш о помощи. Спасибо огромное. Ренату Леонидовичу, потому что он делает великое дело. Оксана Корчма, Владимир Конопля для телеканала «Донбасс». Онкобольные дети получат качественные лекарства. В Украину завезли первую партию медикаментов, которые приобрели по новой программе Минздрава. На препараты потратили 60 миллионов гривен. Более половины партии закупили непосредственно у производителей. Благодаря этому лекарство удалось приобрести по честной цене. Это поставка медикаментов для онкобольных детей первая среди ряда других, предусмотренных в 2017 году. Новый рост цен в апреле прогнозируют украинские аграрии. На этот раз на яйца и мясо. Это из-за повышенного спроса на них в канун Пасхи. В Минсоцполитике отмечают, с начала года продукты питания подорожали почти в два раза. И стоят уже больше, чем в европейских странах. Например, в Польше. В ценовом парадоксе попытались разобраться наши корреспонденты. Столичный супермаркет сыр гауда украинского производства стоит около 160 гривен за килограмм. А в Польше в перерасчете он стоит 85 гривен. Эксперты объясняют, фермера поддерживает деньгами государство, чтобы тот не прогорел. И это стандартный инструмент европейской агрополитики. Из государственного бюджета Европейского Союза порядка 58 миллиардов евро. Это колоссальные деньги. Помогает ли аграриям украинское государство? Идет уже четвертый месяц 2017 года. Никакой копийки из государственного бюджета аграрии не получили. Поэтому абсолютно осознанно можем констатировать, что и в 2017 году, наверное, будем видеть тенденции до увеличения цен на продукты хранения. Кредиты. Украинские банки предлагают обеспечить фермерам деньгами под 25% годовых. Чтобы вернуть такие средства, на полях должны расти не овощи, а сразу купюры. У соседей все иначе. В Польше на сегодняшний день эта кредитная ставка может стягать 0%. Стоимость сырья, зарплаты сотрудникам обслуживания всей инфраструктуры в Европейском Союзе стоит намного дороже, чем в Украине. Но почему же тогда их сыр вдвое дешевле? Эксперт аграрного рынка Инна Метелева утверждает, это заговор. На украинском рынке существует снова производители молочной продукции. Где-то примерно четвертые декады производители молочной продукции собираются и фиксируют цены, по которым они могут закуплять молоко у производителей. Мясные продукты. Как оказалось, и их в Польше можно купить дешевле. При том, что украинское сырье дешевле европейского. И производство той же колбасы не обходится дороже, говорит обозреватель аграрного рынка Лариса Гук. А разницу в цене накручивают торговые сети. То есть от 70 до 90% стоимости товара, в зависимости от наглости представителей торговой сети, уходит именно продавцам, а не фермерам и не производителям. А получают эту сверхприбыль из кошельков украинцев. Анастасия Пугач, Виталий Литвин, Анатолий Ворон. Специально для телеканала Донбасс. На этом прощаюсь. Увидимся, как обычно, во время новостей Донбасса. Берегите себя и, конечно же, близко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин